И в завершении выпуска. Сила, выносливость и скорость – главные качества физически развитого и здорового организма. Ученики начальных классов 28-й школы сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Желаю вам, чтобы вы и ваша школа обязательно взяли этот кубок, заняли первое место. И все, кто сегодня здесь присутствует, в итоге пришли к золотым значкам весной. Всем удачи, собрались и сделали. С этих слов в 28-й школе стартовала сдача физкультурно-спортивных нормативов в рамках Кубка ГТО для учеников. В соревнованиях поучаствовали порядка 80 детей. Сегодня у нас в зале ребята 1-го, 2-го, 3-го класса, которые упорно готовились. Я думаю, сегодня покажут хорошие результаты. Ребята выполняли обязательный для своего возраста комплекс упражнений. Это наклоны и отжимания, упражнения на пресс, а также метание снаряда, как дополнительный норматив. Сегодня я пришел сдавать нормативы «Готов к труду и обороне», и я хочу получить золотой значок и Кубе победителя. Суть Кубка – в привлечении максимального количества школьников к занятиям физкультурой и спортом. Всего в этом году нормативы Всероссийского комплекса ГТО сдадут около 30 тысяч детей Люберецкого округа. В данном проекте участвуют все общеобразовательные учреждения городского округа. Это порядка 30 учебных заведений. В каждом из них синхронно идет сдача. Финал этого Кубка состоится в мае. Сейчас дети сдают нормативы на территории своих школ. К апрелю начнется сдача на стадионах города, а в мае – подведение итогов. Та школа, ученики которой получат наибольшее количество золотых, серебряных и бронзовых значков и станет обладателем Кубка ГТО. Данил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.